МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Гнатенко. Глядите в этом выпуске. Узор можности и гонору, приклад верности присязе и воинскому обовязку. Сегодня у Беларуси день памяти воинов-интернационалистов. Детерминовое голосование протягивается. Свой выбор у регионе зарабили больше, как 120 тысяч человек. Бизнес по новых правилах. У Речицы прошел первый выездный семинар по тлумаченне документов об развитии предпринимательства. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня у Беларуси означается день памяти воинов-интернационалистов. 15 лютого 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Зворот ветеранам войны и воинам-интернационалистам накеровал президент Беларуси Александр Лукашенко. Керавник державы отзначил, что эта дата навеки сумная, але в той же час героичная и урочистая. Беларусь зауседы будет помнить солдаты и офицеров, которые прошли про суровые выпробования, проявляли самоданность и одвагу у горячих кропках планеты. Говорится в «Звороте». На Гомельщине в программе памятных мероприемствах акции «Запали свечку памяти», жалобная панихида и урочистый митинг. Подробязности у Вероники Ворошилиной. У Гомеля мероприемств, просвещенные 29-й годовине, выводу советских войск из Афганистана, распрощались акции «Запали свечку памяти» у Кафедральным собора святых апостолов Петра и Паула, что год 15 лютого былые воины-афганцы приходят, как поставят свечки у память об загенувших в Афганистане-земляках. Под гуки молитвы они узгадывают тех, кого военная лихолете забрала на завжды. Представники громадских организаций подделяются боль с теми, кто стратил своих родных и близких. А так само подтримливают ветеранов, которые переодолили усе тяжкости и вернулись из Афганистана. Городская организация ветеранов войны в Афганистане посетили все кладбища наши вокруг города Гомель. Вот возложили цветы, посетили семьи погибших. Вместе с фондом мира мы ежегодно посещаем инвалидов первой группы, вручаем им какие-то материальные помощи. Такие мероприятия у нас прошли. Ну и, конечно же, в районах, в районах везде, у кого-то вчера, у кого-то сегодня, то же самое будет посещение и семей погибших. У всех районов прошли встречи ветеранов войны в Афганистане с руководством района. Для мемороялу воинам-интернационалистам у Любинской микрорайоне представники разных поколений. Сюда пришли не только те, кто выконвал интернациональный долг и семьи, которые стратили на войне у Афганистана близких людей. Али так само представники органов УЛАДы, громадских организаций, объединений, молодь и звичайные горожане. Подчас мероприемства знайшлися добрые и щирые слова поддяки для кожного героя. Зараз в Гомельской области проживаю около 3800 воинов-интернационалистов, которые принимали удел у локальных военных конфликтах за межами нашей Радимы. Коля 3600 из них – это ветераны войны в Афганистане. Они еще не имкнутся активно удельничать у громадским жития краины и патриотичном выховании подрастающего поколения. Занимаемся военно-патриотическим воспитанием молодежи. Посещаем школы, техникумы. Рассказывали, как мы там служили. Я вам скажу, что молодежь у нас подрастает хорошая. С удовольствием слушают и воспринимают это. Ну, как бы смотришь, серьезно относятся к этому вопросу. Традиционная хвилина мовчанья у складания вянковых веток до мемориялов. За маль 30 тысяч белорусов, которые воевали на афганской земле, додому не вернулося свыше 700 человек. Больше, как 120 из них уродженцев Гомельской области. Миновата там у митинг реквием и свято, и день смутку одночасово. Светлая память за гинувшим и повага тем, кто застався в живых. Протягнулись и мероприемства концертом реквием у Гомельским городским центром культуры. Кожное слово, якое гучало со сцены, карнуло присутных до глубины души. Грачи окропки показали, что солдаты и офицеры, які обороняли безпеку и интересы родимы за ей межами, достойны родной славы своих батьков и дядов, які перемогли фашизм у годы Великой Айчинной войны. А тому память об падеях у Афганистане так само будет жить у сердцах людей и одночасово станет уроком для будущих поколений. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, Телерадоя компания «Гомель». Частка урочистостей у День памяти – выстава под назвой «Фото скажа правду об войне». И она стала протягом проекта, який распочался у 2016-м годе. З уникальными фотосдымками з особистых архивов воинов-интернационалистов ознайомилися наши корреспонденты. Гэтую фото выставу организаторы присвятили 30-ю годзю подвигу 9-й роты. 7-го и 8-го студеня 1988 года отбылся бой за вышенню 32-34, який став легендой афганской войны. Тогда советские десантники отбили 12 атак маджахедов и перемогли. По разных оценках, колькость боевиков складала от 200 до 400 человек, супрось 39 бойцов советской армии. Хоть сами воины-афганцы кажут, что саправды героичных моментов на той войне было шмат, не усеяны широковедомы. Тем более, что офицейно фотографовать военные подеи заборонялось. Фотографировать, естественно, был запрет. Особенно с боевой техникой и фотографией. Мы умудрялись домой каким-то образом переслать. Это сами брали пленку, проявленную уже, прикрепляли к каким-нибудь открыткам и направляли домой. А потом, когда возвращались уже домой, значит, у нас большинство, наверное, у каждого из афганцев был какой-то там 3-4-5-6 фотографий. Афганская война протягивалась с 25-го Снежня 1979 до 15-го лютого 1989 года. Представленные на выставе фотосдымки зроблены урозные переды, але усе их объедновывая одно. Им гнинятых дзен застались на пленках только дягучи нужности солдат и офицеров, які приймали удел у реальных боевых денег. Дарыши областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане не выключаются в мягчимости поширения между выставой. Урештая, наши воины-интернационалисты воевали так само у Испании, Кореи, Египте и широку других стран. Об этом так само необходимо память. Это наша история. И сегодня молодое поколение не представляет себе, что происходило 20-30-50 лет назад. Придут сюда люди, увидят эти фотографии, они почувствуют, что такое война, что такое боль, что такое война в чужом государстве. И, может быть, задумаются о том, что свое государство нужно защищать. Сегодня в Беларуси третий день до терминового голосования по выборах депутатов Мясовых Советов. За два попередние дни в Гомельской области в делу голосования приняли больше 120 тысяч человек. Это амаль 11% унесенных в список выборщиков. Ситуация на участках и акции у поддержки головной подеи громадско-политичного жития краины в материале Олега Синцерова. Интернат вагонобудовничего завода, выборщий участок номер 2. Для проведения до терминового и основного голосования тут выделили покой, где, известно, проходят репетиции танцевальных коллективов у предприемства. Побач достаточно просторное фойе. У участковой комиссии кажут, что 18 лютого у им организуют концертную программу, проведут медицинские и юридичные консультации, а также пропонуют ознайомиться с выставой музея завода. Что отлично до терминового голосования, то покуль явка выборщиков на этом участке, на открытых вышедший за среднеобластный покажчик, кля 13% от унесенных в список, у каждого свои причины зарабить выборами на витые в эти дни. Гомельчанка Татьяна Калюк, одна из самых мощных женщин в свету, терут ей спортивных достигнений, призовое место на сусветных европейских и республиканских споборницах по арм-рестингу. 18 лютого она снова поспорчается за вышедшую узнагороду. Я планирую поехать на соревнования на чемпионат республики по арм-рестингу, поэтому, к сожалению, не смогу присутствовать на выборах. В выборах, конечно, нужно участвовать, потому что для государства это очень важно, и для страны, для процветания, для хорошего проживания в ней. Одночасовость работы участков для голосования, проведения пикетов доверенными особами, выборы у местовые советы на гомельчане, отметные еще и акциями громадских организаций, выборы «Отказность будущая». Под таким девизом активисты Белой Руси запрашают прийти на участки, причем тут непосредственно агитации не обмежевываются. Пытания для викторины у Белой Руси подректовали специально для выборчей кампании. На який термин выбираются депутаты местовых советов, какие документы необходимо брать с собой на выборчей участке и кольки человек может находиться у кабинки при час заполнения бюллетенев. За правильные отказы можно отрабатывать такие специальные календарики. В общем, в информационном плане для этих выборов у Белой Руси подректовали все грунтовно. Наверное, особенности законодавства некоторых других стран выучили. За одной метрой привести максимум доводов на корысть необходности у делу у голосования. Под час сегодняшней акции некоторые гамильчане берут пропонуемые материалы и обещают ознайомиться за имя дома, некто выучая на место и навод выказывая свои думки об кандидатах у депутаты. Почему общественное объединение проводит эту акцию? Потому что мы заинтересованы в том, чтобы каждый гражданин на выборы пришел. Его дело, за кого голосовать. Но каждый человек должен понимать, что от его участия зависит выбор. Своё будущее каждый человек должен выбирать сам. А для этого надо каждому прийти на избирательный участок. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, телерадокомпания «Гомель». И у протяг темы. У «Гомель» отбился открытый диалог «Молодь и выборы. Формула отказности». У им приняли удел выборщики, которые будут голосовать у першиню. Члены областного комитета БРСМ, а также действующие депутаты разных узровнев. До начала мероприемства предлагали записать видео-зворот «Я иду на выборы тому, что» У протяг однойменной областной интернет-акции, якая зараз проходить у регионе. Так само все жадающие могли поудельничать у тематичным молодежным опытанни, покинуть пожадания будущим депутатам и записать свои пытания экспертам мероприемства. Открытый диалог «Молодь и выборы. Формула отказности» Организованы у рамках областного этапа усюбеларуской акции «За любимую Беларусь». Головная ее задача – формирование у молодзи почуття патриотизму, громадянской самосвядомости, поваги до истории, культуры и традиций своего народа. Подчас открытого диалогу разлежены питаньи выборчого законодавства, адмедная особливость выборов у Мясцовой Советы депутатов Республики Беларусь 28-го скликанья, роли депутатов у громадствия и другие темы, которые интересуют сучасную молодь. Во всех регионах уже прошли, это уже финальный открытый диалог, потому что уже скоро выборы. И в каждом регионе, в зависимости от той или иной проблематики, которая связана с теми иными регионами, молодежь задавала интересующие вопросы. И на мой взгляд, я на части из этих открытых диалогов был, это получились живые интересные диалоги, на которые каждый молодой человек, который вышел после него, он прекрасно понимал, зачем ему идти на избирательный участок и отдавать свой голос за того или иного кандидата. Раслумачить новые правила ведения бизнеса и зацикавить людей предпринимательской справой. У Речицы прошел первый областный семинар по вопросам, связанных с новыми нормативно-правовыми актами, накереванными на поляпшенне бизнес-климату. Его дельниками стали каляста человек, як дзеючая предпринимальники, так и ты, у кого уласная справа, пакуль только у планах. На их пытание отказали члены рабочой группы, у состав якой увайшли представники комитета экономики, управления гандлю и послуг, податковой инспекции и інших службов. Какие операции появились у бизнесменов и что цикавить початковцев, доведался Дмитрий Котау. Гамельчанка Яна Матвеенко лепкой соленого теста займается уже каля 10-ти годов. Однако весь этот час свой заняток позиционовала худше, як хобби. Подарунки робила для сябров и зараблять на это им не плановала. Однако после подписания на приконцы минулого года указы о брамесной деятельности стали заявляться думки на конту власной справы. У одной из крам областного центра Гамельчанка доведалась, каким чином яна сможет реализовать свою продукцию. Отказ я ее задоволил, и девчина накировалась у податковую службу. И вось больше, как месяц, яна официна зарегистрована у якости рамесника. С указом, который вышел в прошлом году, конечно же, здесь было просто нельзя пустить такую возможность, чтобы реализовать себя именно как ремесленника и иметь возможность уже показать свои работы не только друзьям. Я получаю от этого огромного удовольствия, когда это можно делать законно, скажем так. Это большой плюс для каждого ремесленника. Те, кто покульмарит об уласной справе, альбома и пытания на контрреализации новых указов президента и декрета номер 7, запросили на сустречу у речицы. До прикладу, пиролик видов деятельности, які зараз не потребуют регистрации у якости индивидуальных предпринимальников, повеличуся до 30. При умове выплаты одзинного податку по мере одной базовой величины, макшима оказывать дизайнерские послуги, ожитивлять рамонт мэбли, обудку и оденья. Верми популярны на керунок цырульные послуги. За пошние два месяца и прирост колькости физичных особ, які займаются гэтой дейностью, склав каля 300 человек. Мы проводим совещание для того, чтобы населению, предпринимателю, субъектам предпринимательской деятельности донести, что существует такой пакет нормативно-правых актов и для того, чтобы они были в курсе и, может быть, расширяли свое производство. Кто-то думает об открытии, но что-то ему не решается. Может, для того, чтобы эти новости его подтолкнули для открытия своего, как говорится, дела. В сиротголовных пировах отсутность необходности усталевывать кассовый аппарат и один и податок – одразу за весь календарный год. Однако свою деятельность физичной особой обовязана житивлять самостоинно. Коли потребуется наймать помощника, у таким выпадку необходно регистроваться у якости ИП. Кто-то выбирает себе совмещение с основной работой, поэтому не хочет регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя у кого-то. Наоборот, бизнес чуть покрупнее, ему надо наемные работники. Это подразумевает под собой ведение регистрации как субъекта хозяйственного. Поэтому каждый тут выбирает для себя самостоятельно и определяет, как он будет вести бизнес. А мы только очерчиваем те рамки, те условия, которые надо соблюдать. Подчас семинара удельники отримали не только информацию на контрправовых актов, а и отказы на хвалюющие питания. Так, у приватности размова ишла об кредитовании, парадку реализации товаров и арендных взносинов. Меня интересует просто как физическое лицо. Тоже что-то можно изготавливать, какие-то изделия, и также их продавать и иметь дополнительный заработок какой-то. Поэтому мне этот вопрос очень интересный. И очень хорошо, что вообще сделали такой семинар. Наступный семинар отбудется 20 лютого в Жлобине. Удельниками станут девятшие и будущие предпринимательники этого района и суседнего Будо-Кошалевского. Рабочая группа будет проводить семинары в регионе до середины Саковика. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Это и так сама иншая новинная. Вы можете найти на нашем сайте в интернете. По адресу www.tevergomel.by. Далее у эфиры «Де-факто» и спортивные аглята. Я с вами развитываюсь. Доброго вам вечера и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Вступил в силу приговор суда трем участникам банды воров из Гомеля, которая грабила квартиры в нескольких регионах Российской Федерации. Ярославским полицейским понадобился год для сбора улик и доказательств. Резонансное дело заняло 27 томов. Преступная троица орудовала в нескольких областях России, в том числе Брянской, Орловской, Калужской и Ярославской. Вооружившись самодельными отмычками из маникюрных инструментов, грабители выносили ювелирные украшения, шубы, телефоны, ноутбуки, а также раритетные монеты, медали и ордена. 44-летний главарь банды получил почти 9 лет колонии особого режима. Его подельник 3 года 10 месяцев. На 3 года осуждена женщина-соучастница. Кроссовки в обмен на марихуану. Завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств в отношении трех жителей Гомеля. Два молодых человека 20 и 22 лет дважды сбывали наркотик 19-летнему знакомому. Причем в одном из случаев более 50 граммов обменяли на пару обуви. Все трое обвиняемых состоят на учете в Гомельском областном наркологическом диспансере. Младший фигурант ранее уже привлекался к ответственности за приобретение и хранение психотропных веществ, но на путь исправления так и не стал. Следственным управлением управления Следственного комитета по Гомельской области окончено предварительное расследование по уголовному делу, по которому обвиняются три жителя города Гомеля в совершении преступлений, предусмотренного статьей 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Один из указанных лиц обвиняется в совершении преступлений, предусмотренной частью первой, а именно в совершении незаконных без цели сбыта, приобретения, хранения и перевозки наркотических средств. Максимальный вид наказания по санкции данной статьи предусмотрен до 5 лет лишения свободы. Двое из указанных лиц обвиняются в совершении преступлений, предусмотренного частью третьей статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Согласно санкции вышеуказанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией или без конфискации имущества. Сдали нервы. Бесправный водитель мотоцикла выдал сам себя, в то время как сотрудники ГАИ проверяли другого участника дорожного движения. Курьезная ситуация произошла вблизи деревни Долголесье Гомельского района. Сотрудники межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска госавтоинспекции проводили запланированный рейд, когда их внимание вдруг привлек засуетившийся мотоциклист. Увидев издалека людей в форме, он вдруг поменял направление движения, съехал в поле, бросил транспортное средство и бросился на утек. Однако по глубокому снегу беглец далеко не ушел и спустя несколько минут уже подписывал три протокола. Водителем оказался 39-летний житель деревни Долголесье, который не имел водительского удостоверения на право управления транспортным средством. Также он управлял транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке и без мотошлема. В отношении данного водителя было вынесено постановление наложения административного взыскания в виде штрафа, который он сможет оплатить еще не 30 дней. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Первый счет матча 37-25 в пользу армейцев. В Гомеле сегодня стартовало первенство страны по вольной борьбе среди юношей и девушек. В схватках сошлись почти 190 атлетов в возрасте 15 и 16 лет. Представлены как сборные команды, так и спортсмены, ставшие призерами в своих областях. Правила соревнований практически не отличаются от турниров, где меряются силой взрослые спортсмены. Правда, продолжительность поединков меньше – 2 минуты на каждый период вместо трех. Республиканское первенство в Гомеле является отбором на чемпионат Европы и мира. И поэтому для участников это шанс продемонстрировать свои лучшие качества. На трибунах за происходящим наблюдают тренеры сборной. И чтобы попасть в команду, нужно хорошо себя проявить. С самых первых минут в предварительных встречах фавориты стали оправдывать свой статус. Однако ближе к полуфиналам борьба стала гораздо напряженнее. Проходных схваток ни для кого не было. Практически у них это основной старт. И дети понимают, что выходят на схватки, естественно, стремятся побеждать. Побеждать это максимальный. Сейчас они должны показать свой максимальный результат на сегодняшний день. Реально поехать на Европу, на мир. Поэтому стимул для детей очень серьезный. Сегодня завершились полуфиналы. Завтра во Дворце легкой атлетики пройдут финальные поединки. И уже к вечеру станут известны имена победителей. А на выходных состоится 19-й тур чемпионата страны по мини-футболу. В субботу в Гомеле пройдет областное дерби. БЧФ в спорткомплексе «Локомотив» примет Светлогорск. Начало в 2 часа дня. В этот же день сыграет и гомельский ВРЗ. Гомельчане 17 февраля в Бресте встречаются с местным аматором. И немного про Олимпиаду. Сегодня состоялась квалификация в женской лыжной акробатике. Нашу страну представляли три спортсменки. Анна Гуськова в первой квалификации вышла в финал со вторым результатом. Представительница Гомельской области Алла Цупер после неудачи в первом раунде показала лучший результат во втором и также отобралась в финал. Александра Романовская, увы, в решающие соревнования не пробилась. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова